Меня зовут Бурькова Дарья, я одна из основателей Верочи Харда. Мы занимаемся выдумыванием, нахождением идей, проектированием и реализацией детских игровых пространств в природном стиле, похожих на настоящий кусочек леса. История началась, конечно же, с момента, когда у меня появился, собственно, ребенок, у меня родился сын, и я стала гулять по городу с сыном. И я увидела, что мир, на самом деле, он совсем другой. Для маленького человека он не такой, как для нас. И когда я осознала это и поняла, насколько для него город – это чужеродная абсолютно среда, насколько ему трудно объять весь этот масштаб, у меня встал автоматический вопрос передо мной. Что мы можем сделать для того, чтобы ребенок мог найти хотя бы какие-то маленькие уголки своего собственного, привычного ему окружения, где бы он себя чувствовал естественно. Я окончила Московский архитектурный институт в 2007 году по специальности архитектор жилых общественных сооружений. Какое-то время, еще до окончания института, я начала работать правой рукой главного архитектора терминала Шереметьев-Д, который сейчас уже реализован, запущен, во всю работает, функционирует. И вообще не могла себе представить ни в каком другом амплуа, кроме как архитектора большой масштабной архитектуры. То есть аэропорты, торговые центры, огромные гостиницы – это было все мое. Собственно, на этой волне я поехала учиться в Барселону, делать там магистрскую программу, мастер в продвинутой архитектуре. И изучила там на самом деле много того, что сейчас активно применяю в работе. Множество принципов недостаточной архитектуры, нелинейной архитектуры, управления, в принципе, параметрическими нелинейными алгоритмами формирования архитектурных объектов. Меня пригласили работать в студию «Вилли-нуля архитектс» в Барселоне. И еще год я поработала там, опять-таки на таких же крупных проектах. Мы делали реновацию порта барселонского, который превращался из территории промышленного назначения в жилое общественное. И все это прекрасно развивалось, пока мне не захотелось какой-то практической деятельности, а именно строительства. То есть мне захотелось, чтобы объекты, которые я проектирую на тот момент в Барселоне, чтобы я наконец-то начала ходить на стройки и реализовывать в материале все, что мы красиво нарисовали. Меня зовут Мария Панелова, я архитектор и занимаюсь уникальными детскими пространствами. Я закончила Московский архитектурный институт по кафедре городостроительства. Мы проектировали города, районы, планировали жизнь людей. Впоследствии, когда у меня появился ребенок, я поняла, мое желание немножко сузилось. Я поняла, что я хочу конкретно делать, чтобы детям было классно в городе и чтобы детям было классно в среде, в которой они существуют. Мы поближе познакомились с Марией Памеловой, с которой мы на самом деле учились вместе в институте, но не так много общались в институтские времена. Мы поближе с ней познакомились, у нее тоже на тот момент уже родилась дочка, и она тоже разделила все те боли, с которыми столкнулась я. И мы стали практически применять все те знания, которые я увидела вживую, Мария изучила в различных источниках, опыт Европы, Америки и в первую очередь, конечно, Скандинавии, в организации таких маленьких островков живой природы на игровых площадках для детей в городе, которые, как ни что лучше, восполняют дефицит общения ребенка с природой. И это уже неоспоримый факт, это уже доказано научными исследованиями. В 2014 году я подала заявку на получение гранта от шведского фода Sverker Öström Foundation по исследованию концепта того самого дружелюбного города в Швеции и Дании. И отправилась в город Мальме, Стокгольм и Копенгаген для того, чтобы посмотреть на практике, как на самом деле там организована и городская среда, и какие инструменты городского планирования, какие инструменты организации непосредственно игровых средств, игровых площадок применяются там. Первый реализованный, замечу, проект, то есть проект, который мы действительно построили, издали в эксплуатацию как детскую игровую площадку полноценную. И до сих пор она функционирует? Да. Странно было бы, если бы нет. Это стал проект детской площадки с гигантскими грибами в Горкинском-Аметьевском лесу города Казани. Туда нас позвали архитекторы из команды «Архитектурный десант» под руководством Натали Фишман, советников президента Катарстана, с неким посылом создать площадку в лесу. Цель была совершенно четкая – создать площадку, которая не похожа на другие городские площадки, потому что она находится в лесу, в парке, который на тот момент был городским лесом, и сейчас продолжает быть городским лесом, просто уже реорганизованным, да, более урганистичным. И создать площадку какую-то вот такую, какую-то необычную, как нам сказали, да, какую-то нестандартную. А уж что именно нестандартного решать было нам. Мы решили не идти по стандартному пути, хотя там, на самом деле, стандартных путей было мало, потому что это был лес. И ребята предложили нам поляну, помнишь, такая большая поляна? Вот. Она была очень красивая, правда, была красивая поляна. И мы даже практически согласились на нее. Но потом мы пошли дальше, следуя территорию, и заметили такие несколько маленьких полян в сосновом молодняке, в Осиновом, в Осиновом молодняке. Мы стояли, думали, думали и решили, что площадка должна быть точно в этом месте. Вот это прям вот… Только тут и нигде иначе. И там прекрасным образом более старшие деревья обрамляли, как будто создавая аудиторию вокруг этой поляны, системы полян. И мы почувствовали, что, в принципе, вот ограждение площадки, то есть какая-то ментальная граница, что вот, окей, здесь у нас игровая территория, она уже создана природой. Это то, что, на самом деле, это был тем момент… Это стал моментом, когда мы первый раз для себя поняли, что мы способны придавать дополнительную стоимость площадке, правильно подгадывая окружение, в котором мы ее располагаем. И мы решили, что на этой площадке обязательно должно быть два игровых пути, два игровых уровня. То есть первый уровень, понятно, это земля, да, это такой граунд, где мы расположили песочницу для малышей, где мы расположили такие коряги, ну вот наши любимые вытащенные из леса, вот этого чувака нашего. А второй уровень, мы поднялись прямо на два метра и сделали второй игровой уровень, путь на втором этаже. Между конструкциями грибов вдохновляет реакция детей и вообще их ощущение от этого пространства, от наблюдения за игрой детей, как они играют. Возникает совершенно другая игра. Они придумывают что-то, додумывают, фантазируют. И у них совершенно каждый раз возникают совершенно новые сценарии игры. Например, наше гнездо может быть и гнездом, и домиком, и неожиданной ракетой, например. Да, были такие случаи. Вдохновляет то, что мы можем кусочек этого прекрасного привнести в нашу ежедневность. Вдохновляют коряги, вдохновляют перевернутые деревья корнями вверх, которые, да, природа сама их, так скажем, уничтожила, да, для того, чтобы вырастить новые. Но когда они лежат такие красивые, и мы понимаем, что дети, найдя их в лесу, могут провести безумное количество времени вокруг и придумать из этого и корабль, и, я не знаю, ступу бабъяги. Не нужно им для этого никакой четкий образ создавать. Это просто корень, который валяется посредине части, а они вокруг него могут играть по два часа на пролет. На самом деле, еще каждое лето мы устраиваем необычный ретрит для себя, готовясь к новому сезону. Мы строим с детьми. Устраиваем небольшую смену лагеря, когда дети две недели, неделю или две недели, в зависимости от задания, строят какой-то объект вместе с нами. Как правило, этот объект потом остается жить дальше, что, конечно, привносит огромную ценность в территорию, и сами дети любят туда возвращаться и смотреть на результат своего труда. И когда мы видим в действии, как это происходит, как дети делают из ничего что-то, из вот того самого корня, который мы с любовью вытащили из чащи, казалось бы, что это такое, а дети прозывают, мы ставим этот корень, перевернутый кверх ногами, вверх, как бы, такой шевелюрой и вниз стволом, и неожиданно через два месяца узнаем, что это, оказывается, чувак. И у нас в опехот входит название игрового оборудования «Чувак». Это, конечно, поражает и греет, очень греет, и мотивирует идти дальше и создавать новых необычных чуваков. Продолжение следует...